Во время пленарного заседания депутаты Илтумен также внесли поправки в закон Республики о госбюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. С принятием закона о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке в течение трех лет Республика будет получать из федерального центра через Росгидро по 15 миллиардов 600 миллионов рублей. И именно на эту сумму внесена поправка в доходную и расходную части бюджета этого года. В течение трех лет Республика будет получать более 15,5 миллиарда рублей. С помощью этих средств электроэнергия для юрлиц и бизнеса подешевеет более чем наполовину, на 58%. Кроме того, снизятся тарифы на тепло, воду и водоотведение. Закон заработал 1 июля 2017 года. Перерасчет для предприятий будет сделан с 1 января этого года. Вопрос об удешевлении дизельной генерации на Крайнем Севере первой среди дальневосточных субъектов перед федеральным центром ставила именно Якутия. Второй регион по дороговизне выработки электроэнергии на Дальнем Востоке. В прошлом году было поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина проведения мероприятий по выравниванию энерготарифов на территории Дальневосточного федерального округа для юридических лиц в цен для развития нашей экономики. Это решение состоялось и сейчас принимается постановление правительства Российской Федерации, распоряжение правительства Российской Федерации, вслед за ним по распределению этих сумм на возмещение недополученных доходов энергетикам, которые связаны с данным регулированием и снижением тарифов. Наибольшую экономию получат энергоемкие производства добывающей отрасли. К примеру, Алроса уже в этом году может сэкономить около 2 миллиардов рублей. Крупные золотодобывающие предприятия до 61 миллиона, строительные компании до 172 миллионов рублей. Средние предприятия сельского хозяйства от 2 до 7 миллионов. По мнению экспертов, сэкономленные средства могут быть направлены на модернизацию оборудования, расширение или создание новых проектов. Экут-цемент – один из крупных потребителей электроэнергии. Мы экономить будем около 160 миллионов рублей в год. Мы потребляем около 55 миллионов киловатт в час электроэнергии. Сейчас строим новый завод. В будущем году мы будем потреблять аж 70 миллионов. Нам этот закон кстати. Мы в это время объем электроэнергии не уменьшаем, а наоборот мы увеличиваем на 18 миллионов киловатт в час в год. Для небольших хозяйств по переработке молока экономия на электричество хоть и сократит затраты, но несущественно. По счетам за электричество переработчики молока СХПК «Хангалас АС» ежемесячно платят 120 тысяч рублей. Для выпуска готовой продукции там не только электрическая составляющая есть. Там есть и ГСМ, и все накладные расходы. Мы молоко не только из электричества получаем. Тем не менее, выравнивание тарифов до общероссийского уровня снизит нагрузку на средний и малый бизнес. Это позволит сократить расходы и повысить рентабельность дела. Конечно же, сегодня рыночная система просто так взять заставить малый и средний бизнес снизить тарифы на свои услуги. Но мы будем уже знать, электроэнергия у них будет заложена на 60% меньше. Поэтому у нас, наверное, у правительства будут определенные рычаги, чтобы эти условия, которые оказываются на седине, будут снижены. Теперь, по мнению депутата Фильтумен, грамотно использовать остаток средств после оплаты выпадающих доходов энергокомпаниям республики. А снижение энерготарифов более чем наполовину будет способствовать росту рентабельности и конкурентноспособности якутского товаропроизводства. Юлия Михайлова, Максим Ростовцев, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.